приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня у нас 2 августа 2018 года нахожусь я на пасеке это юг беларуси гомельская область на границе с бредской решила поставить отводкам бахваст надставки подмет одну подготовил это вот я матку неплодную бахваст садил на рой но рой из соседнего туле то слетело много так что они только развились нормально а это я садил разделял семью в этом улье было разделил на 2 и подсадил также на плотки бахваста то получилось они вот тоже только развились уже там полные гнезда расплода и может я вот решил надставку сегодня поставить этим подготовил уже решетку на низ подшил так и сделаю еще этим подставлю и вот этим надставку поставлены на них нет у меня решетки разделительный такой что матка не проходила наверно кину без нее почему я решил им в августе месяце на мед ставить надставки может и не ставим у нас колхоз посадил маслянистную речку буквально вот по промой будет километры лёта до края поля километр полтора то пчел вот и лёд начался сильный я решил поставить надставку что минимум попала этого медогнездо хотя уже не носит где-то неделю все времени нету ну думаю то что будет нельзя не пустят на развитие на осеннее все лишнее он надставочку сложить так как мед с масляничной речки быстро садится сотах даже так надо это дело сделать чтобы отобрать и то что на зиму не годны это одно другое что также цветет сейчас и гречиха но так как речка ближе да и видно обильный нектар выделяю то в основном они идут на эту масляничную речку так что буду я ставить надставочки вот прилетела уже пчела бросается не знаю с этих семей бахвоста или так откуда скорее всего что отсюда жарко сейчас на улице около 30 градусов даже будет 30 то зляк цапсове так что я сейчас по-быстрому открыли улей я поставлю надставку за 1 покажу как они развились с отводка это получается у нас а вот сейчас июнь июнь да за два месяца с лишним получается развитие уже семейки поставили мне где-то 5 назад клеща полосок пару по паре всем отводкам последние годы два шашель начал заводиться вокруг можно кто знает с ним бороться в ульях у ли уже грызи получается что шашель улей подгрыз где и пазы под рамки и так доску тошит в доме и в доме вокруг нас лес вокруг то для шашель раздолье ну сейчас будем гулять заглядывать сразу открою все на поставим надставочку там еще одну подготовлю а получается на надставку еще подшил сантиметровую рейку и на нее прикрутил шурупами разделительную решетку хотя не знаю может пулях а потолочная поднялась думал на стенке уже стоят они не надо к доске приклеили вставной наш фотик переставлю чтобы не мешал спереди угле поставлю маток я так и не мешал пчелку придавил случайно на потолочине засела а 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 Поцелки пытались полоску от клеща вынести, в бок затащили Продолжение следует... Сейчас у нас 13 рамок стоит тут, в руле Это уже развилось, получается хорошо семья С весны, с отводкой Вот такой расплодик у нас от матки Бахваста А ту ленью буду относить, вдруг где матка ходит, сейчас посмотрим Вот упала пчелка, так может и матка потираться, если будет Ну раз плод весь на выходе уже, здесь вылупился, заносили пироги, нектар начинают носить Так как нектар с масляничной редьки в основном будет, то что она сильно цветет сейчас То думаю надставка им не помешает все-таки Видно в ячейках уже трехдневные яйца лежат, боком легли Так что будем ставить на задрам, куда закрывать это дело все Так Так Заходи Пчелка с прополисом ходила Корзинка Конечно уже к осени дело движется, уже 2 августа Последний месяц лета В эту пору уже как бы можно и сокращать надставки, чтобы уже гнездом осили, да развивались на зиму Но с масляничной редькой этого не получится Я им даже не ставил надставку, я лучше поставил гнездовых, конечно, но знаю, что в надставку уже если матка не пойдет яйца ложить, то у нас там весь этот мед с редьки масляничной соберется Мы его заберем осенью Это развилась семья где-то с четырех рамок Было пчел, четыре рамки пчел Сейчас 13 И буквально весь улета с расплодом тут Он уже на выходе, яйца свежие На улице тепло, сейчас последние дни 32-34 Это юг Беларуси, напомню еще раз Думаю, можно бросить надставки Обычно я забираю 15 сентябра полностью надставки, сокращаю гнезда уже И подкармливаю на зиму их Ну, год на год мне приходится иногда И 1 сентябра так уже начинаю Посмотрим по взятку Если будет осенний взяток, то пускай надставочки постоят немного Не будет, то заберу Ну, зимовать лучше пчелам на сахаре Потому что у нас Сейчас он и пасть выделяется, гляжу Машина под липой стоит На стекле много попрысыхало Сиропа спази этой И вот Редька масляничная Ну, лучше на зиму этот мед не оставлять Пойду вон паук бегает, чтоб пчел ловит Задавлю его Наверно, пауку повезло сбежал Я уже показывал в предыдущих сериях Такие паучки маленькие Коричневые, близкучие Они паутину льют Обычно в литка на уголках и пчел ловят Обычно подходит, глядишь в паутине По три-четыре пчелы Но если каждый день, да со всех семей То много выходит От шерстника избавился за Весну Маток Наверно штук Около десяти уничтожил Притом в ульях пустых Две уже гнезда свили Это еще возле села нашел одно гнездо Надо его убрать То, что разовьется так по осени Немного пчелы загуляли Но поблизости не видно, что было шерстней Когда были в домах где-то в соседних Но пролетали на ульях И много на литку их ловили Пчел Ну и я шерстней ловил в это время Когда они пчелы А в этом году вот Сообразив весной их Маток перебить Чтобы уже не было кому За рабочими пчелами летать дохватать Ладно, будем ставить надставочку В том конце лета Уже в сентябре Посмотрим, как они ее занесли Поналетала ос уже Уже в посередине Уже в сентябре И уиктор Уже в сентябре В сентябре Уже в сентябре Остров Уже в сентябре В сентябре Получилось у нас Так вот Расстояние немного между планками Нижними Рамок И также расстояние Между самой нижней планкой Полурамки И разделительной решеткой Прилетела воровочка Надо быстро закрывать Сейчас поналетят воровки Получается расстояние 8 мм Планки от решетки И также верхние планки Гнездовой рамки От решетки Получится у нас Тогда пчелы не прилепливают Сильно Ни решетку, ни рамки А между собой Эти решетки Я связал проволокой Что на рамки натягивать Обычной Железной Местной ржавейки Ладно Будем закрывать Распределю рамки Закроем Пускай Пчелы работают Пчелы работают Пчелы работают Местные рамки Пчелы работают Местная рамки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все, улей закрыты Почти ДимаTorzok 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 Думал, что убрал всех маток. Молодая одна была, я ее убрал, она пищал и бегала. А вот в тот момент, когда я пересматриваю семью маточник, выбирал, вышла еще одна. Вот она и осталась. И когда я подсадил Бакфаста, то она, короче, погибла. Скорее всего, что-то Бакфаст погиб такая была, светленькая, небольшая. Хотя в той семье и сами посидят светлые матки, но хотел на Бакфаста заменить. Не вышло, так не вышло. Три матки прижились. Вот Бакфаста семья. Это не плотка была, облетела сама у меня на пачке. Вот это Бакфаст и вот это, где мы ставили. И вот та я дальняя. Немного я припоздал там с обработкой от хрещата. Но много пчелы на выходе пропало. Когда поставил полоски, так, наверное, сразу, зачав, штук 40 клещей вынесли, обсыпали. Вот они здесь и видны мусоры моря клеща. Ну, так как еще они наращивают силу на зиму, то, думаю, на зиму чистая пчела пойдет. Получается, у нас тут уже обработал я. Целое лето она без обработки от хрещата семья простояла. Ну, потом смотрю, пчелы уже пошли без крыльев выносить. Он даже на ищак бегает. Воротозная пчелка. Ну, сейчас вот обработал. Думаю, после этой обработки пойдет уже выводиться чистая пчела. Это что будет заложено во время обработки. Ну, а та, что уже в ячейках поврежденная, уже выйдет. Поврежденная. Ну, ладно. На тот год буду знать, что лучше заранее обработать. А вот говорят, что по осени только обрабатывать, то не получается. По осени уже будешь обрабатывать, там уже будет половину воротозной пчелы большую. Так что лучше летом обработать. Тогда они будут уже работать чистенькие пчелки. Без креща. Вчера косил немного здесь стримером. Ну, так как жарко, так вечером уже косил. Но все равно на улице жарко, пчелы злятся. Удалось так покосить малость. Потом обкусали меня, наверное, штук пять. И жигнуло за руки в основном, да за плечи сверху. Где добирались сквозь кофту. А вот докосил до сюда так. Да и бросил тут трава. А то покосим потом ночью. Да скотине отдадим. Ахай, грызе. Ну, за ульями тут, конечно, прокосил полностью все. Тут у нас, чтобы ходить. Отбирал я на днях мед. В той семье. Думал, внимание, что он две надставки забрал. По 15 полурамок. Тут вот все надо забрать. И в этом улье глянуть забрать. Здесь через расшетку стоит две надставки. Одна на 230-ю рамку, одна на 145-ю на полурамку. То через расшетку, думаю, расплода не будет там. Можно будет брать. Ну, а тут посмотрим, если и будем уже трудовые попадаться. Ну, в основном уже он по увозе все есть. Так что сегодня посмотрю. Наверное, заберу отсюда. Отсюда мед. И поставлю пустые надставки. Пускай масляничную речку слаживает. Я уже и не думал забирать в эту пору. Думал уже по осени забрать полностью все надставки. Там по две стоят. В этом фиолетовом совсем три. Там семья сильная. То хотел уже осенью забрать. Уже в сентябре все. А речка масляничная начала расти. То думаю, отберу. Да поставлю надставки надо. Отпускай речку слаживает. Речку слаживает. Пускай в надставочки, чтобы гнездо не попало. Так что приходится двойную работу делать. То, что можно было уже сделать в сентябре. Зараз. Проходится сейчас. Ну, правда. Что скажу. Меда не было сейчас масляничной речки у меня. Попробуем, что за такие. Думаю, будет вкусный. Так как с рапса в том году был мед. Что немного нехорошо. Они пошли на рапс работать. То такого мало носили с разнотравья. В этом году принесли немного с разнотравья темного. Так кофе такой аж темный мед. Да и с речки немного, наверное, взяли. Покуда речка не зацела. А сейчас вот будет речка свести месяц. Или недели две, думаю, то точно уже на неделю цесет. То будут носить с речки работать. Здесь тоже забрал уже надставочку одну. Так что место есть свободное. Хай. Речку заношивают эту. Потом уже получаться через месяц заберу все. Да будем у нас на зиму собираться уже пасека наша. Сегодня еще поставлю этим бахвостом надставку. С разделительной решеткой. Но этим уже решеток нету. Придется так поставить. Думаю, матка яиц не наложит. Я сотой водой вспыскну хорошо, чтоб не это. Яйцо ложить мне пошло. Вот тут и лед поменьше. Уже заносили, наверное, все. То, что был дня три назад сильный лед. Это уменьшился лед. Скорее всего, что места нет. Думаю, на этом будем заканчиваться. Давно уже не снимал ролики. Показал вам, что у меня туда сейчас родится. Думаю, эту траву докажусь все вечером. Если кусаться не буду. Псула. То, что злятся сильные. Надставочки покидаем. Ладно. Много говорю уже. Всем удачи. Хорошего окончания сезона, медосбора. До свидания.